здравствуйте друзья здесь демитков юрий сейчас я хочу немножечко отвлечься от сургут нефтегаза и рассказать о том что у меня творится на площадке санкт-петербургской фондовой бирже ну с акциями в основном американских компаний я хочу вам признаться что я все напутал на самом деле дело в том что мне приходят различные инвестиционные идеи и я немножечко напутал я планировал здесь торговать только на идеях уолл-стрит но на самом деле мне приходят идеи просто торговые идеи и некоторые торговые идеи они не входят в стратегию уолл-стрит но значит я ими воспользовался и это первый фактор и второй фактор то что некоторые позиции открывал я сам лично ну то есть от себя никаких торговых идей мне не приходило вот и давайте я сделаю небольшой обзор значит там что у меня получилось на этом рынке вот итак смотрите но самая большая удача в общем сказать которая здесь произошла это вот она cme group incorporated посмотрите я вот именно та акция про по которой я все напутал мне пришла инвестиционная идея о покупке акций cme group и я не заметил что этот торговая идея не от wall street это было 18 марта вот здесь примерно и пришла торговая идея купить их по 170 долларов за штуку я честно говоря немножечко то ли я промедлил то ли давно не приходили торговые идеи короче говоря я купил их немножечко дешевле то есть то ли на следующий день короче говоря ну где-то вот по моему на следующий день их купил я смотрю они упали думаю дай-ка я их куплю вот и короче говоря они недолго были в упадшем состоянии хотя нет прилично достаточно они так долго были в упадочном состоянии потом начали расти но когда начали расти но чуть сказать как бы чушь не радоваться то вот и я их держал собственно говоря и я все ждал думаю ну придет как бы но сигнал на закрытие я и закрою а те сигналы которые мне приходят по торговым идеям они на самом деле но сигнал на закрытие не дают потому что я не воспользовался торговой идеей и короче говоря я таких долго и держал держал и они вдруг начали расти и они выросли да вот посмотрите здесь до 200 практически 4 долларов за штуку на 23 процента эти акции выросли но я их не продавал при этом как бы держал вот и они начали падать и вот здесь когда они начали падать вот примерно вот здесь я продал эти акции и получил вы видите за 84 дня девятнадцать целых восемьдесят семь сотых процентов доходности ну так я их перепутал в стратегии уолл-стрит у меня значит но стандартный лот по стратегии уолл-стрит был на тысячу долларов то соответственно я заработал на этом деле сто девяносто долларов вот эту цифру я помню вот то есть это самая большая удача на самом деле за восемьдесят четыре дня это сколько получается но меньше чем три месяца больше чем два месяца почти три месяца восемьдесят четыре дня и так значит сто девяносто долларов в плюсе это не стратегия уолл-стрит это отдельно торговая идея еще торговая идея была самый большой мой наверное самый один из самых большой провалов это вот он пришла торговая идея по алфабет помните я о ней рассказывал это тоже не входит стратегию уолл-стрит вот что такое алфабет это google и у меня что-то было такое настроение что с google у меня вроде все начало складываться я купил акции компании google вот и они сначала упали немножечко потом поднялись чуть-чуть совсем я сказать обрадовался что они поднимаются и они упали это связи с с китайскими всякими этими событиями трамп с китаем вот когда они окончательно поругались то соответственно все пошло вниз и сейчас у меня эта позиция открыта по алфабету сейчас минус 66 92 доллара но соответственно доходило до ну вы понимаете да до 100 долларов просадочка у меня проходила по этому делу вот по алфабету это тоже не стратегия уолл-стрит еще что не входит стратегии уолл-стрит давным-давно я что-то взял и решил думаю так а дай-ка я куплю акции компании но самостоятельно facebook вот и я их купил что-то вот здесь вот по 134 доллара насколько я помню за штуку и facebook начал расти вот где-то вот здесь вот 134 я их купил я их купил две штуки всего акции вот и я их держал вот долго держал пока они не начали что-то вот падать вот где-то здесь вот я их продал посмотрите я просто вот сидел и радовался 40 это значит предыдущая была cme group что такое cme group кстати это chicago merchant exchange это чикагская биржа которая торгует различными деривативами фьючерсами в основном вот здесь фейсбук понятно что такое фейсбук у фейсбука смотрите что было почему он до этого падал потому что там всякие скандалы череда скандалов было по фейсбуку что он там отдавал данные кому-то значит там англичанам какой-то консалтинговой компании точно незаконно там на него наехали очень здорово там был скандал серьезный и короче говоря цукербергу пришлось заплатить деньги штраф вот но потом вроде бы все успокоилось а я смотрю у фейсбука появляются новые сервисы я же пользуюсь фейсбуком появляется еще что и там прошла информация что фейсбук скоро ведет свою платежную систему я думаю дай-ка я их куплю пару штук просто от себя тина была вот и соответственно я купил их вы понимаете что где-то вот в конце прошлого года и в общем сказать тоже сильно не пожалел как вы понимаете и держал их аж до 190 с лишним долларов когда они начали падать там уже поутихло как-то ажиотаж вот и они начали падать я их продал значит фейсбук записываем плюс 42 98 процента я заработал за сто двадцать шесть дней за сто двадцать шесть дней и он начал падать он падал-падал-падал-падал ну сказать ну я посмотрел думаю ну и хорошо знать что я продал его а потом он вдруг начал расти и вот здесь я его снова купил те же самые две акции вот сейчас вы видите вот он у меня в портфеле две акции балансовая цена сто семьдесят шесть тридцать девять текущая цена сто девяносто два девяносто семь и соответственно ну какая-то прибыль есть тридцать три долларов плюсе сейчас еще тридцать три потому что ну до этого я заработал соответственно посмотрите сколько пятьдесят семь шестьдесят восемь ну там еще ну сто долларов там было судя по всему вот на фейсбуке это лично от себя тена всего две акции я купил вот теперь да вот сейчас эта позиция видите вот она открыта теперь значит дальше что касается стратегии wall street я ну постоянно о них рассказываю вот и там был ряд сделок которые были не очень прибыльные так сказать скажем были прибыльны и все эти сделки которые вот именно по стратегии wall street они значит кто то какая-то плюс какая-то минус но все это небольшое и соответственно там в районе нуля или там минуса вот но последнее время вот какие сделки были сейчас я почитаю вам так ну 14 05 я вам рассказывал там чипот в мексикан грилл по моему я сказал что я не хочу и их покупать вот и собственно говоря правильно сделал вот но последние сделки которые были я их совершил вот вот последняя сделка была 0 6 0 3 вот она 0 6 0 3 покупка ульта бьюти по 331 0 5 пришла идея по 331 0 6 0 3 это где-то вот это где-то вот 0 5 0 6 0 0 а 0 5 это уже вы российские так 0 5 0 6 до июнь месяц значит вот здесь пришла идея или вот да вот здесь 0 3 0 6 пришла идея купить по 300 блин по 300 где она ульта бьюти то а покупка по 331 0 5 ну где-то вот здесь пришла идея я не успел реализовать эту идею да вот здесь она пришла вот ну я не успел я решил что я ее на завтра куплю на завтра ее купил только вы видите по вот она 335 уже я купил то есть она выросла но вот сейчас она 352 давайте посмотрим сколько в плюсе она у меня вот от сих пор до сих сейчас у меня плюс 5 процентов очень неплохая за 14 дней очень неплохая доходность в долларах согласитесь друзья мои вот это ульта бьюти которая у меня сейчас открыта я вы видите не стоит это по стратегии волл стрит никаких стопов не стоит я жду но судя по всему уже может быть стоит и закрывать вот потому что видите здесь ну локальный максимум может быть стоит поставить какие-то заявочки еще не знаю может быть я сегодня поставлю я думаю что да а давайте прямо сейчас мы с вами и поставим заявочку на 355 take profit и стоп лимит до отмены давайте-ка мы поставим ульта бьюти так сейчас секундочку продажа сейчас мы посмотрим сколько я могу да у меня написано максимум одна вот одну я и куплю значит take profit по 354 ну напишем что 93 как всегда вы знаете отступ от максимума ставлю вот такой вот стоп лимит давайте посмотрим где мы стоп лимит поставим стоп лимит мы поставим по 300 350 350 350 349 95 есть поставим мы стоп заявочку с вами вот такую давайте посмотрим что у нас все параметры стоп заявочки вы будете понимать если приобретете понимаете да курс биржи для чайников вот ну как бы так и поставил так и поставил не буду я ее менять вот не буду я ее менять вот и разве что тейк профит да не можно вот окей все ульта бьюти ульта бьюти у меня сейчас в прибыли в бешеной ну насколько бешеная прибыль акции то куплено всего одна потому что потому что я купил альфабет и фейсбук это уже моя личная инициатива вот моя личная инициатива да и в это время еще была куплена у меня cme group так что у меня не было возможности купить ульта бьюти по стратегии поэтому здесь процент актива ну в два раза меньше чем должен быть как минимум вот теперь дальше иллюмина нет значит смотрите какая еще была заявка так нетфликс покупка nvidia вот она nvidia корпорейшн была покупка покупка nvidia была 0 4 0 6 так здесь 4 часовой график сейчас я вам его немножечко разверну нет вот здесь разверну 0 4 0 6 поступила за идея по 140 купить сейчас а где у нас 140 так вот она 140 ну да то есть смотрите как всегда когда акция выросла поступает идея купить но я здорово с опозданием купил вы видите вот на следующий день опять же и вот я здесь его купил nvidia вот соответственно то есть я с большим опозданием по 144 46 купил и сейчас у меня такая здесь доходность давайте посмотрим какая у меня доходность по компании nvidia на настоящий момент 2,28 процента ну практически за две недели ну честно говоря никакой доходности ну если бы я ее успел купить по 140 то доходность была бы 5,3 это вполне достойная ну вот у меня 2,37 я прозевал вот с покупочкой и поэтому у меня доходность в два раза ниже ну как бы вот жду следующего сигнала вот такая штука но все равно я в плюсе пока хотя заходил и вот здесь вот в минус хороший ну как бы в какой я минус заходил давайте посмотрим ну как бы про просадка какая была сейчас секундочку какая была просадочка у меня максимальная посмотрим дело в том что ну каждый человек должен быть готов к каким-то просадочкам вот у меня была максимальная просадка 3 процента 3 процента вот ну как бы я спокойно к этому отношусь потом эта просадочка стала в течение дня убираться и собственно говоря сейчас я в небольшом плюсе вот ну можно дневной график посмотреть там ну вот просадочка она уже ну не такая не так существенно может быть выглядит потому что вот здесь вот где-то четвертого куплено ну где она тут вот она здесь вот ну как бы жду роста вот никаких стопов как видите не стоит вот и следующая последняя сделка посмотрите илюмина это компания которая занимается продажей медицинского ну и диагностического оборудования вот посмотрите я честно говоря вот не очень понимаю эту стратегию смотрите вот вот и смотрите вот логично было бы здесь значит вот вот здесь вот дать заявку на покупку но почему-то робот дождался пока она выровнялась с предыдущим максимумом и кажется что она должна пойти вниз после этого да по техническому анализу а он говорит покупай ну я взял и купил вот по 331 27 написано было купить ну опять же я купил с небольшим опозданием по а нифига я не с опозданием купил 07 06 07 06 поступила а я уже не помню почему я купил мне показалось что она будет расти мне кажется я ее сам купил а потом она начала расти вот и соответственно у меня она куплена по 314 то есть у меня она куплена лучше чем мне давала стратегия стратегия давала 07 06 по 331 я не помню как я ее купил ну короче говоря вот она у меня здесь у меня лучше чем стратегия ну то есть ну она как бы соответствует что у нас сейчас блин ребята плюс 12 процентов в долларах ну вот очень хорошая как бы заявочка вот поэтому я бы не сказал что это уже стратегия в чистом виде потому что вы видите фейсбук покупал я самостоятельно алфабет я покупал не по стратегии и тем не менее значит ну сме групп принесла 190 долларов и это прикрывает перекрывает все потери которые были и фейсбук еще 100 долларов это тоже перекрывает здорово все потери которые были поэтому поэтому вот так и здесь у меня вложено четыре с половиной тысячи долларов вот ну если доходность считать а я не знаю сколько доходность вот честно говоря потому что я тут и вводил деньги и выводил деньги не знаю но точно она есть вот что я хочу сказать вот ну а о том как делать эти заявочки как подсоединиться к всем этим стратегиям как торговать на спб понятно что ну для этого надо как минимум поставить терминал квики научиться на нем работать и стоп заявки вы видели я стоп заявку только что поставил по компании ульта бьюти вот ну потому что черт ее знает вот взял и поставил вот но это надо уметь делать и надо уметь делать корректно то есть вот у меня это дело вы понимаете на автомате уже надо довести дело до автомата и тогда только тогда получите будете получать прибыль иначе вы очень дорого заплатите за то что будете учиться самостоятельно поэтому курс биржи для чайника вы уже поняли надо приобрести ссылочку сейчас вы видите и вон там вон значит там вон там значочек и вот и соответственно если вы нажмете туда там вывалится такая менюшечка ссылочки тоже так сказать там будет на первом месте стоять биржа для чайников дальше уже будут другие ссылочки на видео по технологии уолл стрит вот ну спасибо за внимание надеюсь что это видео было полезно и интересно поставьте пожалуйста лайк подписочка и колокольчик спасибо за внимание с вами был демитков юрий до встречи до встречи Продолжение следует...